Давайте причины поражения национальной команды попробуем обсудить с футбольным экспертом Анатолием Горсковым. Он выходит на прямую связь с Лайфом. Анатолий, конечно, хотелось бы сказать доброе утро, но это мрачено, но таким футбольным результатом. На ваш взгляд, что стало причиной разгромного поражения от Уэллиса? Разгромного поражения что-то стало причиной? Ну, это, во-первых, мы с вами еще в прямом эфире после Англии говорили, что у нас Англия это неважный матч, мы могли его и проиграть. А два матча у нас будет со Словакией и Уэльсом, где команды будут биться от ножа, играть от обороны, а Англия, они играли и давали другим играть, да, то есть нам бы с ними было играть проще. Словакия и Уэльса показали тотальный прессинг, которому сборная оказалась просто не готова. И если вы смотрели вчера матч, вы обратили, что схема игры у нас была абсолютно непонятная 4-0-6. У нас была защита, в принципе, в вчерашнем матче не было абсолютно. У нас были забросы, и мы проходили центр поля, опять же, через забросы, но не то, что зацепиться не могли. Мы под прессинг Уэльса попали так, что игроки Уэльса, Рэмзи и Ален, которые пропустили весь сезон на фоне наших игроков и на фоне этой игры, были просто инопланетянами. Ну вот, да, вы говорите о том, что у нас не было центра поля, но в интернете есть фотография, вы ее видели, мы ее вам прислали до эфира, сейчас зрителям ее покажем. Вот этот снимок в соцсетях очень бурно обсуждают. Здесь 8, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь игроков, восьмой еще тоже в кадре, вот эта картинка зрителей видят. Они стоят буквально в двух метрах друг от друга, прямо напротив штрафной, а пространство для валийцев в безумии какое-то. И все, они все, эти все игроки, они все игроки, да, они окружают Гарета Бейла. Вот, может быть, у нас была задача сдержать Гарета Бейла, да, вот, поэтому мы в шестером бросились на него. Но при этом, это как раз момент перед вторым голом. Если вы его пересмотрите полностью, атаку нашей сборной начинает Березуцкий, не полузащитник, а начинает центральный защитник, который теряет мяч в центре поля. Нету подстраховки, фланг Десмольников абсолютно пустой, идет заброс на Бейла, на которого бросаются все, кто были рядом. Но при этом крайний защитник Уэльса, Тейлор, да, он один ждет передачи. Если бы мы не пижонил Уэльс, вот, то есть тут была передача на Тейлора, который со второго удара забил, да, то есть первый Кенфеев отразил, и все равно подстраховки рядом не было, в принципе. И если вы посмотрите, в принципе, весь матч, позор состоит в том, что Уэльс в матче со сборной России начал пижонить. После второго гола, если бы Уэльс хотел забивать, они бы поставили рекорд по забитым мячам, а они уже пытались вот, знаете, так красиво на публику забивать. Даже вот голова Бейла, да, вот когда ему дали передачу на ход, и любой игрок, вот поверьте, ударил бы справа в дальний угол. Бейл вот черпачком вот так подсек мяч, который перелетел через Кенфеева. То есть уже было пижонство у Уэльса в матче против нас. Вот что самое обидное. Хотя за Уэльс действительно рады, они, наверное, страна гуляет, потому что выше Англии, наконец-то, ходит в первый раз за всю историю футбола. Ну вот, все же, вы сказали о том, что Вася Березуцкий отдал передачу, которая привела к этому голу, но Василий Березуцкий как раз-таки во всех играх, по сути, выполнял роль главного диспетчера. Нет, давай. Ну вот, да, то есть у нас центральные защитники со Словакии, если мы вспомним матч, у нас при счете 0-2, и центральные защитники занимались тем, что они отдавали друг другу передачи. А впереди полузащиты не было. Вы правильно, вот ваш коллега сказал, что мы провалили в опорной зоне. Было непонятно, почему перед турниром, да, у нас выбыл Денисов и Загоев, это, в принципе, наша центральная ось, да, на которой и строилась вся игра. Но у нас был опорник разрушительного плана Тарасов, Аздоев, да, они могли спокойно в этой зоне сыграть. У нас выходит Нойштеттер, который в Шальке весь сезон играл в центральной центре защиты, да, и молодой Головин. Они просто с этими функциями не справились, почему нельзя было того же вернуть Глушакова, который в том же Спартаке и в сборной все-таки играл в опорной зоне в оттяжке. А в итоге мы выходим на последний матч, вроде как со схемой атакой, но у нас получается просто не то, что разрывы в линиях, у нас полузащита вся была у ворот неприятеля, да, а в центре поля была дыра. Анатолий, извините, что перебиваю, вот мало времени остается, а вы согласны, что Акинфеев действительно лучший, как написали британцы, единственный нормальный игрок российской сборной? Без вопросов. Без вопросов. Вы знаете, вот мы, когда шел матч, обсуждение, да, с коллегами, мы пытались найти лучшего игрока в нашей команде. Спасибо большое, Анатолий, все, что нужно было, мы услышали. Действительно, Акинфеев был накануне лучшим, а всей команды больше не было. Анатолий Горсков был на прямой связи с Лайфом.